Дикие лисы в последнее время всё чаще заходят на территорию населённых пунктов. Увидеть их можно и в городской черте Сарова. Появление рыжих плутовок рядом с домом человека должно насторожить. Для них такое поведение не характерно. Возможно, лиса, которая вышла к людям, заражена бешенством, смертельно опасным заболеванием. Один за другим район Межгородской области оказывается на карантине по этой болезни. Сотрудники ветеринарного управления выявляют там бешеных лис, собак и кошек. Передача данного вида вируса может происходить только через контакт, по курсу, через слюну, которая, значит, слюна, если попадает в организм, животного или человека по нервной системе попадает в центральную нервную систему, что вызывает необратимые процессы и приводит уже к летальному сходу или, значит, к проявлению клинической картины этого заболевания. Заболеть могут и домашние питомцы, которые не выходят из квартиры. Человек на обуви может принести вирус, который попадёт на слизистый или на ранку вашей кошки или квартирной маленькой собаки. Инкубационный период бешенства до 10 дней. Насторожить хозяина должно изменение в поведении животного. Например, собака, не склонная к общению, становится вдруг очень ласковой или наоборот. Затем животное отказывается от корма и у него наблюдается обильное слюнотечение. Спасти его уже нельзя. Вирус животное может передать человеку. Нужно учесть всем жителям, а также и владельцам животных, и, не дай бог, кто пострадает, что обязательно нужно владельцам животных в первую очередь сразу обратиться в ветеринарную клинику для регистрации этого животного, для регистрации случаев покуса, чтобы можно было принять соответствующие быстрые меры, для того, чтобы спасти жизнь человека. Успех вакцины профилактики бешенства у человека сильно зависит от того, насколько быстро вы обратитесь за помощью к врачу. 40 уколов в живот давно никто не делает. Вам ведут вакцину и отпустят домой. Сделать это обязательно нужно, если вам незнакомо животное или вы не знаете, привит или оно. Считается, что прививка – лучшее средство профилактики бешенства. Действует она год. Одновалентную антирабическую вакцину в госветклиниках делают бесплатно. Для того, чтобы более полно охватить этот процесс вакцинации животных против бешенства, мы пошли на такое мероприятие, как выездная вакцинация. Мы организовали шесть мест непосредственно в старой части города. И сейчас, каждый последний воскресенье месяца, будет выезжать машина «Соболь» вишневого цвета, на котором будут висеть плакаты о бесплатной вакцинации против бешенства. Акция будет проходить в течение года. Подробности можно узнать в госветуправлении Сарова по телефону 492-00. Екатерина Пионова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.